Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы разберем задание, предлагавшееся 7 классу на муниципальном этапе в Республике Татарстан в 2022 году. Задача 7.1. Первая часть своего пути до домика медведя, девочка Маша, шла пешком. Оставшийся путь ей помогли преодолеть волки на своей машине скорой помощи, чья скорость была в 5 раз больше, чем скорость девочки. Зная, что на первую часть пути девочка потратила 3 четверти всего времени своего путешествия, а средняя скорость на всем пути до домика медведя составила 5 метров в секунду, определите, скорость с которой шла Маша, и какую часть всего пути до домика медведя девочка шла пешком. Введем обозначение. Пусть V это у нас скорость Маши. Тогда у нас 5V это скорость, с которой едет машина скорой помощи. Дальше T это время на всем пути. И тогда что у нас получается, что первый участок Маша прошла за 3 четвертых этого времени, поэтому пройденный ею путь на первом участке будет равен V умножить на 3 четвертых T. А, соответственно, второй участок, она прошла за четверть всего времени. Поэтому получается, что путь, пройденный ею на втором участке, это 5V, ну не ею, а машиной, которая ее подвозила. 5V умножить на T деленное на 4. И если все это сложить, то у нас получается 3 четвертых VT плюс 5 четвертых VT. И, соответственно, 3 четвертых плюс 5 четвертых это 2. С другой стороны, с другой стороны, весь путь это средняя скорость умноженная на время. Сопоставляем одну формулу с другой и получаем, что средняя скорость равняется 2V. Ну а, соответственно, скорость Маши это будет средняя скорость пополам. То есть, вспоминая числовое значение средней скорости, 5 метров в секунду получаем 2,5 метра в секунду. Ну а теперь отвечаем на второй вопрос. У нас известно, что путь, пройденный Машей на первом участке, это 3 четвертых VT. С другой стороны, весь путь у нас 2VT. Поэтому доля пути на первом участке, то есть доля пути, которая прошла пешком, это будет VT на 3 четвертых делить на VT на 2. VT сокращается и получается у нас 3 восьмых. Задача решена. Ух, я такая скорая на помощь! Задача 7.2 Вернувшись с рыбалки домой, медведь обнаружил в огороде двух зайцев, бесцеремонно собирающих урожай моркови и капусты. Увидев медведя, зайцы одновременно бросились бежать в противоположные стороны. Первый с ведром моркови побежал со скоростью 6 метров в секунду, а второй с мешком капусты со скоростью 4 метра в секунду. Подумав немного, за кем бежать, медведь бросился в догонку за зайцем с морковью. Через 2 минуты догнал его, отобрал овощи и отчитал воришку в течение 40 секунд. Затем побежал догонять второго. Первый вопрос. Через какое время после этого он догонит второго зайца? И второй вопрос. Сколько времени медведь обдумывал, за кем ему побежать в первую очередь? Скорость медведя во время погони всегда равна 7 метров в секунду. Считать, что все персонажи начали бежать из одной точки и движутся вдоль одной прямой. Пусть у нас зайцы разбегались из точки О. Допустим, она находится здесь. Первый зайц побежал, допустим, направо. Первый зайц со скоростью v1, которая по условию задачи у нас равна 6 метров в секунду. А второй зайц со скоростью v2 налево, 4 метра в секунду. Допустим, медведь думал в течение некоторого времени t0. За это время первый зайц успел убежать куда-то сюда, на расстояние v1 умноженное на t0. И дальше медведь за ним бросился в погоню. Соответственно, относительная скорость сближения медведя и первого зайца у нас будет... Скорость сближения 1, 7 метров в секунду, минус 6 метров в секунду, 1 метр в секунду. Догонял медведь первого зайца в течение 120 секунд. Поэтому что получается? Получается, что относительно зайца медведь находился на расстоянии 120 секунд. Умножить на 1 метр в секунду 120 метров. Но он же находился на расстоянии v1 t0. То есть вот это вот расстояние это v1 t0. Поскольку скорость v1 мне известна, то стало быть я могу найти, чему равняется t0. 120 делить на 6 метров в секунду получается 20 секунд. Ответ на второй вопрос у нас уже готов. То есть 20 секунд медведь размышлял, что делать и за кем бежать. Дальше мы помним, он 120 секунд бежал за первым зайцем. Еще 40 секунд его отчитывал и отбирал морковку. Соответственно, медведь догнал нашего первого зайца где-то вот здесь. Он бежал со скоростью, напомню, 7 метров в секунду в течение 120 секунд. То есть вот здесь у меня 840 метров. При этом второй зайц не стоял без дела, он тоже убегал. Он убегал 20 секунд, пока думал медведь. 120 секунд, пока медведь догонял первого зайца. И 40 секунд, пока он его отчитывал. То есть в течение 180 секунд он убегал в ту сторону. И поэтому он теперь находится на расстоянии 180 умножить на 4 720 метров. И в результате получается, что между медведем и вторым зайцем уже будет 840 плюс 720. 1560 метров. То есть расстояние между медведем и вторым зайцем 1560 метров. Ну а дальше медведь опять догоняет второго зайца. Но относительная скорость, скорость сближения во втором случае у нас уже 7 метров в секунду минус 4 метра в секунду. То есть 3. Делим одно на другое. И получается, что время, в течение которого медведь будет догонять второго зайца, 520 секунд. И это ответ на первый вопрос данной задачи. Задача 7-3. Мальчик Паша поехал с родителями на дачу. Сначала дорога была свободной и скорость движения автомобиля составила 72 километра в час. Но затем автомобиль попал в пробку и двигался со скоростью 240 метров в минуту, втрое дольше по времени, чем занял первый участок. Оставшийся отрезок пути до дачи был посвободнее и автомобиль смог разогнаться до скорости 15 метров в секунду. Определите, какую часть всего пути от дома до дачи автомобиль был в пробке. Если время, затраченное на поездку, оказалось в два раза больше, чем в случае, когда автомобиль проехал бы весь путь с первоначальной скоростью. Нам известно, что автомобиль проехал в обычном своем состоянии данный путь со скоростью 72 километра в час за некоторое время. А в той ситуации, которая описана в условии задачи, он преодолевал тот же самый путь в два раза дольше. Поэтому пусть у нас t это время на дорогу в обычном состоянии со скоростью 20 метров в секунду. Оно же 72 километра в час. Поэтому я могу записать, что расстояние от дома до дачи это будет 20 метров в секунду умножить на t. С другой стороны, то же самое расстояние это будет 20 метров в секунду умножить на некоторые t1. Это время, которое автомобиль провел на свободном участке на первом. Далее, 240 метров в минуту это 4 метра в секунду всего лишь. 4 метра в секунду. И в пробке он провел в три раза больше времени. То есть 3t1. Ну и последнее. 15 метров в секунду. Скорость на третьем участке. А время, затраченное на третий участок, это будет в два раза большее время. То есть 2t. Минус то, что уже потрачено. То есть 4t1. Если я приравняю эти два выражения, то у меня получится уравнение, связывающее t и t1. И я, соответственно, могу его решить. Получается 20 метров в секунду на t. 20 метров в секунду на t1. Тут 4х3. 12 метров в секунду на t1. 15 и 2. 30. t минус 60 метров в секунду на t1. Метров в секунду можно сократить, чтобы они в дальнейшем не мешались. И дальше что у нас получается? При времени t здесь 30 коэффициент, здесь 20. Переносим и получается справа 10. При времени t1 32 минус 60. Это получается минус 28. Переносим сюда. будет плюс 28. t1 равняется 10t. Ну или если поделить, то получается у нас, что t1 это будет 10.28 ну или 5.14 от времени t. Ну а теперь нам нужно вспомнить вопрос задачи. Какую долю пути автомобиль пробыл в пробке? Вот собственно путь, который автомобиль проехал в пробке. Вот весь путь. Осталось поделить одно на другое. Поэтому получается s2, ну это же s2 у нас, делить на s будет 12 метров в секунду на t1. А t1 это у нас 5.14t. s это 20 метров в секунду на t. t сокращается, метров в секунду тоже сокращаются. Дальше на 5 можно тоже сократить. Тут получается 4. 12 и 4 это 3. То есть в итоге получается 3.14. Можно конечно поделить 3 на 14. И получается примерно 21 сотая. А можно и не делить. Вот ответ на нашу задачу. Задача 7.4. На дне пустого аквариума находится колодец, открытый сверху сосуд, стенки которого сложены из четырех одинаковых толстых прямоугольных пластин. На рисунке А изображен вид сверху. Пластины склеены между собой из дном аквариума так, что вода сквозь швы и внутрь колодца не протекает. В аквариум снаружи от колодца со скоростью 45 мл в секунду начинают наливать воду. Используя график зависимости высоты уровня воды вблизи стенок аквариума от времени, приведенной на рисунке B, определите. Площадь дна аквариума. Высоту колодца H. И длину стороны его основания L. Толщину стенок колодца A. Стенки аквариума и стенки колодца вертикальны. Перерисуем сначала график из условия задачи. У нас по вертикальной оси отложена высота в сантиметрах. По горизонтальной время в секундах. Здесь 0. И дальше график примерно выглядит вот таким вот образом. Первые 30 секунд он возрастает до отметки 9 сантиметров. Дальше он в течение 20 секунд горизонтален. Ну и еще 50 секунд он возрастает, но несколько медленнее. И до отметки в 15 сантиметров. Дальше график не нарисован. Что там происходит мы не знаем. Возможно тенденция сохраняется. Что мы можем сказать по этому графику? Во-первых, поскольку у нас в сосуде, если смотреть сбоку, есть вот такой вот колодец. Воду мы наливаем с внешней стороны. Поэтому в начале вода заполняет ту часть сосуда, которая находится снаружи от нашего колодца. Она где-то вот здесь в начале. Поднимается. Поднимается. И как только вода достигнет края колодца, она начнет заливаться внутрь. И уровень с точки зрения внешнего наблюдателя перестанет меняться. Поэтому вот у нас второй участочек, который соответствует этой ситуации. А раз он находится на высоте 9 сантиметров, то это и означает, что высота колодца у нас 9 сантиметров. Дальше. По скорости роста, точнее по времени, который у нас занял этот рост, мы можем определить площадь снаружи от нашего колодца. Как это сделать? Скорость, с которой наливается вода, у нас 45 кубических сантиметров в секунду. В условии написано миллилитров, на кубический сантиметр миллилитр, это одно и то же. Происходило это в течение 30 секунд. Соответственно, за это время у нас в сосуд попал объем 45 умножить на 30 1350 кубических сантиметров. Поскольку вода поднялась на высоту 9 сантиметров, я могу поделить, и получается, что площадь наружная это 1350 разделить на 9. Это у нас получается 13 на 9, 1. 45 на 9, 5. 150 квадратных сантиметров. Наружную площадь мы нашли. Точно так же я могу найти внутреннюю площадь внутри колодца. У меня вода в колодец заливалась в течение 20 секунд, поэтому я беру 45 кубических сантиметров в секунду, умножаю на 20 секунд, получая 900 кубических сантиметров. Опять делю на высоту 9 сантиметров, потому что высота колодца та же самая. И получается, что площадь внутри у нас 100 квадратных сантиметров. Ну и последнее. А какова же общая площадь на сосудах? Чтобы это понять, мы рассмотрим последний участок. Там вода наливалась в течение 50 секунд. Ну, как минимум мы про это знаем, что дальше происходит неизвестно. Поэтому у нас будет 45 кубических сантиметров в секунду умножить на 50 секунд. И все это разделить на высоту 15 минус 9, 6 сантиметров. Ну, смотрим, что получается. Здесь на 3 сокращаем. Получается 15, здесь будет 2. 15 на 50, это 750. Пополам 375 квадратных сантиметров. Таким образом, ответ на первый вопрос 375 квадратных сантиметров. Ответ на первую часть второго вопроса 9 сантиметров высота колодца. Но нам нужно найти его размер. Чтобы это сделать, нам нужно из общей площади дна сосуда вычесть наружную площадь и получить, собственно, площадь квадрата, который образует колодец своими внешними стенками. 375 минус 150 получается 225. То есть S минус S наружная. Это будет 225 квадратных сантиметров. Какие числа нужно перемножить, чтобы получить 225? Но имеется в виду одно число, само собой. Это число 15. То есть вот эта сторона равна 15 сантиметрам. А это как раз L по условию задачи. Теперь внутри колодца пустота тоже имеет форму квадрата. Поскольку внутренняя площадь у нас 100 квадратных сантиметров, это означает, что сторона квадрата равна 10 сантиметров. Ну и в результате мы получаем, что внешняя сторона 15, внутренняя сторона 10, значит, две стенки в сумме дают оставшиеся 5 сантиметров. Ну а, соответственно, одна стенка имеет толщину 2,5 сантиметра. Таким образом, мы с вами ответили на все вопросы данной задачи. Продолжение следует...